Здравствуйте, дорогие друзья! Всех рад вас сегодня видеть. И мы поговорим с вами об оружии. Меняются эпохи, но назначение оружия, оно в принципе всегда остается одинаковым. Вот по вашему мнению, зачем на сегодняшний день людям нужно оружие? Защита, покрасоваться. Некоторые люди для нападения. Для нападения. Спортивный интерес. Прикорпенсация. В том числе. Допустим, это может быть и элемент униформы, да? Допустим, когда почетный караул носит оружие, но при этом они его не используют по прямому назначению. Для охоты. Но мы сейчас с вами поговорим. Дальше, пожалуйста. Какое оружие я могу иметь при себе? То есть я, как простой человек, хочу ходить с оружием, с различной целью, но что я могу при себе иметь? Значит, есть постановление Верховной Рады Украины о праве собственности на отдельные виды имущества. Оно достаточно старое, оно в середине 90-х годов. Прежде всего, запрещено иметь в свободном владении огнестрельное оружие и боеприпасы, кроме того, на которое выдается лицензия. И об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. Взрывчатые вещества, а также электрошокеры и иные спецсредства, которые используются правоохранительными органами. В данном случае я вот привел, как пример, баллончик перцового газа ТРН-4М, потому что именно этот баллончик, он используется нашей полицией. Тот же баллончик ТРН-4, можно его спокойно купить, как и любому гражданину, и носить его при себе, использовать его по назначению. Какое оружие можно использовать, получив лицензию? Прежде всего, это охотничье оружие, гладкоствольное и нарезное. Соответственно, с 21 года на гладкоствольное и с 25 лет на нарезное можно получить лицензию на ношение и владение. На газовый пистолет с 18 лет, на холодное оружие с 18 лет, на пневматику, если скорость вылета пули более 100 метров в секунду, и диаметр пули более 4,5 миллиметров с 18 лет. Спортивное оружие, допустим, тот же биатлон, оно приобретается непосредственно спортивными организациями, которые его используют в своей деятельности. Дальше, пожалуйста. Также, не так давно нашим гражданам разрешили иметь травматическое оружие, но перечень граждан, которые могут его иметь, он ограничен. Это прежде всего работники суда, работники правоохранительных органов, члены их семей, журналисты, члены общественного информирования по охране и общественному порядку и государственной границе, народные депутаты, военнослужащие, кроме тех, кто проходит срочную службу, государственные служащие, а также лица, которые участвуют в уголовном производстве. Чтобы вы понимали, что это за последняя категория, это, допустим, свидетели по какому-то уголовному производству, и для того, чтобы он мог себя защитить, на тот момент, пока он является свидетелем в уголовном производстве, ему может быть выдано разрешение на травматический пистолет. Дальше, пожалуйста. В Украине человек, который не состоит, так сказать, на службе в правоохранительных органах, он не имеет права иметь при себе короткоствольное огнестрельное оружие, кроме тех случаев, если это наградное оружие. Наградное оружие только 4 органа имеют право выдавать, это МВД, СБУ, Министерство обороны и по какой-то причине госпецсвязь. То есть это может быть огнестрельное оружие, пистолет Форд-12, и в данном случае это пистолет Форд-12, потому что мы знаем случаи, допустим, тоже МВД, они и пистолет-пулемет Томпсона дарят, и пулемет Максим, по-моему, насколько не ошибаюсь, Гройсману, по-моему, подарили, да? Значит, и также это может быть холодное оружие. Дальше, пожалуйста. Вопрос. Оружие для населения, вот как некоторые говорят, давайте вот всем разрушим при себе иметь короткоствольное огнестрельное оружие. Вот надо оно нам вообще или не надо? Сейчас мы об этом поговорим подробнее. Аргументы, которые выделяются за. Зачем нам нужно оружие для населения? Прежде всего, что преступники вооружены, а честные граждане нет. Таким образом, они смогут себя как-то защищать. Оружие это дополнительная гарантия выживания в наше непростое время. Пропадает смысл незаконной торговли оружием. Зачем искать где-то подпольные ларьки, если можно просто прийти в оружейный магазин и легально, заплатив деньги, купить себе нестрельное оружие? Развитие отечественного производства оружия. Чем больше людей будет покупать оружие, тем больше наши отечественные производители, допустим, того же Форта, они будут заинтересованы увеличением объема производства оружия. В странах, где разрешили оружие, преступность упала. Мы поговорим чуть-чуть дальше, так ли это действительно ли преступность упала, или же это всего лишь слухи. Неэффективная защита граждан со стороны полиции. Ну, мы часто знаем, что экипажей бывает не хватает, и пока до нас доедет полиция, может случиться непоправимое, а так все-таки человек чувствует себя более защищенным. Аргументы против, что возрастет уровень бытовой агрессии. Если на данный момент орудием преступления во время бытовой агрессии является зачастую нож, то теперь это может стать нестрельное оружие. Случайные жертвы перестрелок и неосторожности. Допустим, на улице два человека дерутся на кулаках или даже на ножах, то шанс, что вдруг случайно будет кто-нибудь поранен, достаточно низкий. Но в случае неконтролируемой стрельбы, вы прекрасно понимаете, пули могут лететь во все стороны, в том числе и неосторожность. То есть, просто по неосторожности умереть из-за неаккуратного обращения с ножом, шансы намного ниже, чем умереть при неаккуратном обращении с оружием. Оружие станет предметом роскоши, а не необходимости. Так как оружие достаточно дорогое, то есть такой риск, что оружие смогут покупать себе только богатые, а бедные люди, они по-прежнему останутся незащищены. Далеко не каждый сумеет правильно им пользоваться. Опять-таки, это связано с риском неосторожной гибели во время обращения с оружием. Бандиты смогут легально носить оружие. То есть, аргумент, что раньше бандиты, если носили оружие, соответственно, их могли за это сводить, а теперь они смогут легально. Хотя я бы сразу с этим аргументом поспорил, потому что оружие, после того, как человек его приобретает, допустим, тоже охотничье нарезное, оно должно пройти отстрел, и, соответственно, оно заносится в специальную картотеку, в гильзотеку, и потом можно определить, именно из какого оружия были совершены выстрелы. Поэтому, как только преступник использует свое оружие, оно сразу же уже будет идентифицировано. Лицензии будут выдавать за взятки даже психом. Ну, действительно, есть такой риск, что за взятки человек абсолютно неадекватный сможет принести липовую справку из психдиспансера, что ему можно владеть оружием, и будет им владеть. И несовершенство нашего законодательства, прежде всего, оно связано с правом на самооборону. Об этом тоже мы поговорим с вами достаточно детально. Основуемся на статистике по странам, где разрешили, либо, наоборот, запретили огнестрельное оружие. Прежде всего, я бы хотел отметить, что в 2013 году, в августе, в журнале, который выпускает Гамбургский университет, был размещен доклад, в котором утверждалось, что есть обратно пропорциональная зависимость между количеством оружия и количеством тяжких преступлений в соответствующей стране. То есть, чем больше огнестрельного оружия у населения, тем меньше тяжких преступлений в стране. Посмотрим на примерах, так ли это. Австралия. В 1996 году запретили короткоствольное огнестрельное оружие и, что мы видим, рост преступности на 59%. В Болгарии огнестрельное оружие разрешили, соответственно, спад тяжких преступлений. В Британии в 1997 году запретили короткоствольное огнестрельное оружие, рост насилия на 88%. И, в принципе, Великобритания считается одной из самых агрессивных стран Евросоюза. Я, как бы, за проект сейчас не говорю. В одно время даже в Великобритании была такая рекомендация фирмам, которые производят кухонные ножи, сделать их не такими длинными и не такими острыми, потому что очень много человек умирали именно от ранения кухонными ножами. В Венгрии. Разрешение на ношение оружия привело к резкому спаду тяжких преступлений. Едем дальше. Германия. Легализация огнестрела привела к снижению преступности. К сожалению, слайд обрезан. Не могу сейчас по памяти сказать на сколько процентов, но статистика не врет. Ну, точно не на 0%. Ирландия. В 1974 году, кто знает историю, он помнит, что происходило в Ирландии, в том числе ирландская республиканская армия. Поэтому в 1974 году был запрещен огнестрел. То есть, когда я говорю огнестрел, это короткоствольное огнестрельное оружие. Привело к увеличению убийств в 5 раз. Канада. Все у них было замечательно, но вот вдруг они резко ввели ограничения на короткоствольное огнестрельное оружие, и рост преступности вырос на 49%. Латвия и Литва. Разрешили оружие, резкий спад тяжких преступлений. Дальше, пожалуйста. В Молдове, наши ближайшие соседи, разрешили оружие, и тяжкие преступления сократились в 2 раза. Соединенные Штаты Америки это вообще отдельная песня. Потому что, на самом деле, до недавнего времени я считал, что вот вторая поправка, она разрешает всем свободно гладеть и носить оружие. Оказывается, это далеко не так. В большинстве штатов, это более 30, оружие для населения разрешено. Но есть и штаты, где это оружие запрещено. И вот такая статистика, что в тех штатах, где разрешено ношение оружия, уровень преступности значительно ниже, чем в тех штатах, где владение оружием запрещено. В принципе, что еще интересно. Допустим, есть такой небольшой городок, если я не ошибаюсь, Канейра, по-моему, называется, где мэр города издал указ, что каждый житель города обязан дома иметь огнестрельное оружие. То есть не просто разрешил, а обязал. И с тех пор абсолютно прекратились квартирные граждане. И есть небольшие городки в Соединенных Штатах, населением, допустим, в 30 тысяч человек, где разрешено огнестрельное оружие. И в этих городках мы наблюдаем, что с 50-х годов не было совершено ни одного преступления. А все потому, что, скажем, на 30 тысяч человек у них 32 тысячи зарегистрировано огнестрельного оружия. То есть просто людям нет резона совершать преступления. Департамент юстиции США провел соцопрос среди заключенных на предмет того, доводилось ли вам хотя бы один раз отказываться от преступления, если вы подозревали, что у вашей жертвы может быть при себе огнестрельное оружие. И 3 миллиона человек, это чуть меньше половины оброшенных, сказали, что действительно они отказывались от намерения совершить преступления, если подозревали, что жертва может быть вооружена. А теперь поговорим об Украине. Основная причина внешней смертности, это не связанная с заболеваниями, это суицид. 22 процента. По данным госслужбы статистики, это данные 2012 года. То есть у нас, к сожалению, большинство людей умирают, если мы не говорим про заболевания, именно из-за суицида. Право на самооборону. Если у меня есть оружие или даже просто какие-то подручные предметы, в каких случаях я имею право защищаться. Едем дальше. Значит, Уголовный кодекс Украины, он содержит такое понятие, как необходимая оборона. Этот термин я практически дословно, немного упростив, взял из нашего уголовного кодекса. Необходимая оборона это действие, совершенное целью защиты от преступления, прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке, для немедленного предотвращения или прекращения посягательства. А превышение пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, которое явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты. То есть, что это обозначает? Допустим, если у нас вор украл кошелек, то есть он совершил преступление, он совершил преступление, и он, в принципе, продолжает его совершать, он пытается скрыться. Но мы достанем пистолет и выстрелим ему в спину, это будет превышение пределов необходимой обороны. Потому что на тот момент, когда он от нас убегает, нашему здоровью, нашей жизни, в принципе, ничего не угрожает. И поэтому, если мы его убьем, мы причиним ему тяжкий вред в той обстановке, когда это явно не соответствовало ситуации. Едем дальше. При этом в Уголовном кодексе сказано, что не является превышением пределов необходимой обороны, не причет уголовной ответственности, применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему. Что это значит? То есть, если на нас кто-то нападает с оружием, мы имеем право защищаться любыми средствами и в любой степени. И мы не понесем уголовную ответственность. Ну, к сожалению, вот когда мы говорили про несовершенство законодательства, так написано в Уголовном кодексе, но случаи бывают разные. То же самое и от группового нападения. Если на нас нападает несколько лиц, то мы имеем право защищаться любыми способами. Мы, к сожалению, помним случай, который произошел у нас на Соборной площади, когда парень, защищаясь перочинным ножом, попал в бедренную артерию одному из нападавших, и он скончался. И вот до сих пор идут эти судебные разбирательства, виноват он или не виноват, превысил он пределы необходимой обороны или не превысил. То же самое и предотвращение противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение. То есть, если, допустим, вам в дом кто-то ломится незаконно, то есть мы не говорим, если, допустим, вас пытаются задержать полиция, имея на это предписание, если кто-то незаконно ломится к вам в дом, иное владение, это может быть в том числе и гараж, допустим, вы имеете право любым способом противодействовать этому человеку. Допустим, в Соединенных Штатах Америки, в Оклахоме, разрешено защищать свое имущество любым способом, в том числе можно убить человека, имущество, я имею в виду, свои владения, свой дом, моя крепость. То есть, если к вам ломится квартира, вы можете в том числе убить человека. Но в Украине мы говорим только о насильственное вторжение в жилище, то есть для предотвращения. Если, допустим, бывали ситуации, когда человеку в дом залез вор, человек его застукал, и в принципе вор говорит, все, извините, я остаюсь, человек его убивает. В Украине это считается головным преступлением. В Соединенных Штатах Америки, в частности, мы говорили про Оклахому, мой дом, моя крепость, если к человеку залезли в квартиру, он может любым способом защищать свои владения, в том числе и убить нападавшего. В принципе, я думаю, что на данный момент вы сделали для себя выводы, есть ли смысл владеть каким-либо оружием, есть ли смысл защищаться и в какой мере защищаться. Часто мне задают вопрос, что, а как же вот я могу сам для себя понять, какое оружие, допустим, вот тоже вот холодное, да, вот многие там при себе могут какие-то ножики носить, а какое же оружие, оно разрешенное, а какое запрещенное, потому что если вот мы говорили, что вот есть четкое различие между охотничьим оружием, между там боевым, травматическим, а вот что можно сказать о холодном оружии? Есть определенная методика, утвержденная приказом МВД, которая устанавливает критерии, что относится к холодному оружию. И вот именно эксперт, когда он делает заключение, он, проверяя данные критерии, может сказать, относится вот исследуемый экземпляр к холодному оружию или нет. К холодному оружию, вот мы привыкли, холодное оружие это нож. Холодное оружие это не только нож. Это могут быть и нунчаки в том числе, луки, арбалеты в том числе относятся к холодному оружию. И если данный исследуемый образец, он удовлетворяет всем требованиям, допустим, вот мы говорим нож, это длина лезвия, толщина лезвия, возможность использовать его несколько раз, то есть нанесение нескольких ударов, обломок стекла, соответственно, уже не будет соответствовать этим критериям, соответственно, он сразу отпадает как холодное оружие. Поэтому, если вдруг, в том числе на улице нас остановили полицейские, я говорил это на прошлой лекции о полиции, и вы имеете при себе какой-либо, допустим, ножик, сюрикет, нунчаки в том числе, арбалет, полицейский не может установить, холодное это оружие или нет, только эксперт своим заключением может установить, является ли это холодным оружием. И таким образом максимум, что может делать полицейский, это составить акт изъятия и отправки на экспертизу. Спасибо за внимание, задавайте вопросы, с радостью вам на них отвечу. Да, пожалуйста. Мы говорили по поводу того, что падает преступность. Несколько раз в 5% в других странах, а есть, ну, вот самый большой штраф введы, потому что появятся вдруг какие-то небесказуемые случаи. Есть ли какая-то статистика того, как увеличились ли случаи смертности от неправильного обращения с оружием, что если, если за и против, уже в 5%. То есть упало преступность в 5 раз, но при этом там какие-то случаи с пистолетом с неправильного обращения в 3 раза поднялись в этой стране, что можно было бы говорить более подрядно. Если мы будем говорить о том, что, допустим, при разрешении короткоствольного оружия резко увеличилось число смертности от неправильного обращения с оружием, то, в принципе, я не задавался вопросом по каждой стране, но в целом по статистике это довольно малый случай. Потому что, даже вот если мы говорим об Украине, ведь можно погибнуть, имея и травматический пистолет. Мы прекрасно знаем, что с близкой дистанции достаточно, даже не обязательно, чтобы пуля попала в глаз, она может попасть в висок, медики не дадут мне соврать, к чему приведет удар такой силы. Для того, чтобы получить оружие, человек обязан проходить специальные курсы по обращению с оружием. То есть, прежде всего, человек получает лицензию на приобретение оружия, после того, как он, соответственно, приобретает оружие, он получает уже лицензию на владение, хранение и владение. И человек обязан пройти специальные курсы. То есть, независимо от того, служил он, допустим, в армии, или есть у него еще какие-то там сертификаты, он все равно обязан проходить курсы, и периодически он обязан подтверждать вот эту вот свою квалификацию, что он умеет правильно обращаться с оружием. Это сделано именно для того, чтобы минимизировать вот эти вот шансы, что человек вдруг произвольно сам в себя выстрелит. Допустим, когда мы возьмем пример Швейцарии, интересная страна чем? Когда человек прослужил в армии, ему, соответственно, дается штурмовая винтовка. По-моему, М57, если не ошибаюсь. И вот он у себя дома держит штурмовую винтовку, и когда он уже достигает возраста, что он не может быть призван для службы в армии, ну, в случае боевых действий, соответственно, как бы он уходит в отставку, он сдает эту штурмовую винтовку, он получает помповое ружье. То есть, у них все люди, которые прослужили в армии, они имеют дома огнестрельное оружие, огнестрельное оружие, но при этом мы не видим вот ужасающую статистику о том, что в Швейцарии огромный процент того, что люди сами застрелились. Если мы говорим, допустим, вот меня часто спрашивают, говорят, ну хорошо, вот мы говорим у стран, где положительный пример, падают тяжкие преступления. А есть ли примеры наоборот? Мне такие примеры не встречались. Бывает, что растут вот мелкие преступления, когда, допустим, грабителю ему удобнее ограбить магазин, имея пистолет, чем, допустим, с тем же ножом подойти к правовцу или, допустим, к кассе в банке. Да, мелкие преступления растут, но вот именно тяжкие преступления, включая убийства, они, наоборот, значительно падают именно по одной из причин, что преступники, они стараются не связываться с людьми, которые могут быть вооружены. Можем вопрос. В Украине как электрошокер и под флобером. Значит, что касается электрошокеров. У нас установлена административная ответственность за владение и пользование электрошокерами, которые состоят на вооружении правоохранительных органов. Я на данный момент не увидел ни у одного полицейского нашего электрошокера, поэтому если есть желание приобрести себе электрошокеры на конкретной модели, то можно, обычно продавец, он сам говорит, что, пожалуйста, вот эти вот электрошокеры, они разрешены к продаже. Но, в принципе, когда мы, вот, я ради интереса смотрел в интернете купить электрошокер, и читаю на сайте, украинская компания, которая продает, пишет, что данный электрошокер не превышает там такую-то мощность, соответственно, он разрешен законодательством. Законодательство, которое запрещает владение электрошокерами, оно не привязано к мощности, оно привязано именно к владению правоохранительными органами. Таким образом, вот, понравилась какая-то модель, можно послать запрос в ту же патрульную полицию, управление, и сказать, что вот, я хочу купить себе такую модель, не будет ли она запрещена, так сказать, во владении и пользование. Значит, что касается использования под Флабера, тоже, как бы, достаточно спорный вопрос на данный момент, потому что то, с чем я непосредственно сталкивался, когда оно переделано под стрельбу боевыми патронами, соответственно, оно считается уже боевым, и для него непосредственно нужно использовую лицензию. Это касается, в принципе, всех, там, стартовые пистолеты, которые используются на соревнованиях, тоже они переделываются под боевое оружие. Ну, на данный момент есть множество мастеров, я, честно говоря, не оружейник, я не вдавался в такие подробности, ну, действительно, вот были известны случаи, когда буквально там одна деталь добавляется, оружие уже, соответственно, может стрелять боевыми патронами. Если этой детали нет, соответственно, оружие не может стрелять боевыми патронами, и даже если вы носите это раздельно, в разных карманах, соответственно, оружие не является боевым, которое уже должно быть лицензировано. Еще вопросы, пожалуйста. Где можно получить лицензию на ношение оружия, какой пакет документов? Да, значит, по пакету документов есть у нас приказ, утвержденный МВД. Если мы говорим, допустим, о травматическом оружии, то у нас к пакету документов должно еще прилагаться основание, то есть, допустим, что я журналист, или я народный депутат. Если мы говорим, допустим, о том же охотничьем, ваткоствольном, охотничьем нарезно, пневматическом, которое выше 100 метров в секунду, и с кулей больше 4,5 миллиметров, есть приказ МВД где-то 10 буквально там пунктов, ничего сверхординарного там нет. Мы обращаемся в правоохранительные органы по месту своей регистрации, подаем заявление, копию паспорта, справку из психдиспансера и так далее. То есть, в принципе, это есть в приказе, это вы можете непосредственно у них спросить. Оно вот с 95-го года практически не менялось. Девушка. А какие годы были в вашей презентации для показания улучшения или улучшения ситуации обстоятельств? Может быть, вы для красивой картинки показали нам пространство соотношения с августом года? И вы вопрос, как именно представили улучшение ситуации, для лимитации, для тех, кто это было, есть, понятно. То есть, как хорошо влияло такое введение в этом данном состоянии. Например, неужели это заслужила позитивная реакция влача граждан? Например, мне интересно было светлая казнь, которая влияет на ситуацию в предыдущем. И, в принципе, показывается, что светлая казнь не так не влияет на последовательность. То есть, все-таки есть там исключение, где она есть, где нет, и существует при этом высокая. Я отвечу на ваш вопрос. Лично я не занимался изучением этой статистики. То есть, данные были взяты из открытых источников. Это публикации в СМИ, в научных журналах. Это информация взята из интервью с различными экспертами, которые приводили такие цифры. И эти данные, то есть, когда мы говорим о конкретных годах, они касаются непосредственно тех годов, когда происходили какие-либо изменения. Допустим, когда огнестрельное оружие было запрещено, либо когда оно было ограничено, либо вовсе запрещено. И тогда именно прослеживается тенденция. В большинстве стран, которые мы взяли во внимание, в том числе отдельные штаты Соединенных Штатов Америки, эти изменения происходят, ну, скажем, в течение где-то двух лет. То есть, либо тяжкие преступления, они уменьшаются, либо они увеличиваются. Я не находил данные, чтобы тяжкие преступления увеличивались при разрешении населению носить огнестрельное оружие. Возможно, такие данные есть, я с ними не стал просто. Может быть, тоже Сомали как бы действительно является негативным примером. Но я не изучал именно тему по Сомали. Пожалуйста. У меня вопрос на контрактное оружие. Проводится ли психиатрическая экспертиза контрактное оружие? И второй вопрос. Возможно ли носить с собой наградное оружие? У нас же причёскает ли для ношения оружие граждан с улицами? Отвечу на вторую часть вопроса сразу же. Когда человеку выдают наградное оружие, то ему выдают и удостоверение, где написано «Майя право на владение тонусения сброй». То есть человек, получивший наградной пистолет, он при себе носит вот эту книжечку, выданную соответственно тем органам, который ему это наградное оружие подарил, и он имеет право носить его при себе. Единственное, что это оружие запрещено передаривать. То есть человеку если подарили, он обязан носить его при себе. Что касается психиатрической экспертизы, в принципе требования есть к вручению наградного оружия, что человеку прежде всего должно было исполниться 18 лет, в том числе и по его психическому состоянию. но сразу такое лирическое отступление. Совсем недавно я прочитал статью, что в Верховной Раде инициировано создание временной следственной комиссии по предмету раздачи наградного оружия со стороны Министерства внутренних дел, потому что только за последние пару лет было раздано более 400 единиц оружия именно Министерства внутренних дел, и причем когда мы обычно говорим наградное оружие пистолет форт-12 они дарили такое оружие как форт-21 форт форт-221 форт-223 это в принципе штурмовые винтовки это копия с израильских таборов которые используются в принципе только нашими отдельными спецслужбами в том числе и диповинный пистолет-пулемет Томпсона и так далее поэтому я к сожалению сомневаюсь что каждый раз проводилась психиатрическая экспертиза именно каждого человека который получает это наградное оружие очень хороший вопрос а за что же их наградили есть несколько репортажей которые проводила в том числе и передача наших грошей по наградному оружию когда они рассматривали каждый случай а вот за что был награжден тот или иной человек самое интересное что допустим та же украинская правда они достаточно долго добивались от МВД списков награжденных потому что МВД ответило что извините но эта информация содержит персональные данные и выслали им табличку где просто писалось особо 1 особо 2 особо 3 и так далее и конкретно вот именно наградное оружие то есть там было за один только год 200 человек без именной фамилии тех же людей которые удалось выяснить оказалось что это там судьи прокуроры народные депутаты вот допустим мэр Киева Кричкова получил пистолет в качестве награды некоторые журналисты тоже получили наградное оружие и в принципе в приказе когда они награждались оружием везде мотивировка идет за вклад в развитие разбудованной залежности Украины то есть красивая формулировка но конкретного подвига за какой же конкретный подвиг человек получил тот же наградной пистолет не говорится пожалуйста есть ли какая доинфекционность министерства обороны или как дача на крышу обороны растачивать будет как дача на крышу доинфекционных честно говоря если мы говорим с точки зрения закона то министерство обороны оно должно награждать оружием только за действительно какие-то подвиги то есть в том числе допустим я знаю была награждена девушка волонтер потому что она часто ездит в зону АТО и ей необходимо каким-то образом себя защищать но также нельзя исключать коррупционную составляющую об этом говорили многие журналисты об этом говорят многие депутаты что у нас к сожалению можно получить короткоствольное огнестрельное оружие вот как я сразу говорил что если вы не работник спецслужб вы можете получить короткоствольное огнестрел только если он наградной и таким образом это единственный способ получить его в свое владение поэтому когда просто людям дарят наградное оружие в честь дня рождения ну к сожалению я считаю что это неправильно но вот такие примеры у нас есть дальше пожалуйста что в странах где разрешено наносение крокосрочного огнестрельного оружия там люди сначала проходят курс обучения а потом получают разрешение с таким высоким уровнем коррупции как в Украине как вы считаете будет ли оправдано разрешение наносения крокосрочного огнестрельного оружия прежде всего в Украине когда человек должен когда человек хочет получить вот как я говорил допустим тоже травматический или газовый пистолет он все равно должен пройти курсы обучения и непосредственно и огнестрельного охотничьего водкоствольного либо нарезного они не занимают много времени но учитывая уровень коррупции действительно вполне возможно что люди эти справки будут себе просто покупать допустим вот я знаю непосредственно такие примеры когда человек имеет у себя в распоряжении охотничье оружие он обязан его держать дома в специальном сейфе а сейф соответственно должен крепиться болтами к стене боеприпасы и оружие должны быть в различных ячейках и участковый должен приходить периодически домой к этому человеку и проверять чтобы все было там нормально но люди сразу договариваются с участковым чтобы он к ним не ходил там с периодичностью по-моему там раз в месяц или раз в три месяца как оно заведено а вот чтобы он сразу отмечал что у человека все это соответствует нормам поэтому действительно есть такая проблема что как мы говорили что даже психически неуравновешенный человек может получить справку о том что с ним все в порядке и он может иметь оружие не занимался этим вопросом сразу или не занимался как у вас обстоит сейчас ситуация с владением и приобретением спецслей с конструктивно схожим с оружием и были ли какие-то прецеденции по исследованию ну смотрите когда мы говорим спецслейства конструктивно схожие с оружием в принципе то что не относится ну вот сразу мы допустим часто видели в новостях когда кто-то кого-то там обстрелял на месте был найден пистолет и как пишут журналисты предположительно травматический оружие отправлено на экспертизу ну и мы думаем ну странно ну чего писать предположительно травматический или предположительно пневматический ну что мы не видим что ли что-то пневматика это же элементарно тем не менее установить что это действительно запрещенное оружие на которое нужно лицензию нужно заключение эксперта и поэтому когда мы говорим что человек при себе имеет какое-то оружие сходное с огнестрельным допустим хороший вопрос часто спрашивают по мушкетонам старинным да вот когда периодически мы в новостях сталкивались когда какому-то коллекционеру домой заламываются маски шоу забирают всю его коллекцию древних этих мушкетонов и говорят на экспертизу а потом там половина не досчитывается по вот этому по мушкетонам вообще-то по отдельно сказано что оружие боевое оружие которое было произведено до 1899 года оно боевым не считается на него лицензия не нужна то есть даже если оно может стрелять на него лицензия не нужна это касается именно огнестрельного там древние мечи алибарды сюда не относятся что касается допустим там ракетниц каких-либо там сигнальных пистолетов если они не относятся к огнестрельному оружию соответственно и ответственности за это нет но опять-таки если вот к нам подходит полицейский говорит покажи я что а как и у него есть какие-то претензии то он не имеет права это изъять самостоятельно ну окей я заберу там завтра ко мне подойдешь поговорим то есть обязательно составляется акт изъятия обязательно если у него есть подозрение что это огнестрельное допустим оружие или травматическое человек без лицензии носит должно быть заключение эксперта и уже на основании заключения эксперта либо человеку возвращается его оружие либо будет возбуждаться дело именно по факту незаконным владением этого оружия пожалуйста да газовый баллончик можно при себе носить если он не состоит на вооружении правоохранительных органов допустим вот как я говорил ТРН-4М он на вооружении полиции я же себе не буду создавать рекламу вооружейного магазина в одном из известных одесских наших оружейных магазинов купил себе газовый баллончик ТРН-4 из приставки М это гражданский вариант спокойно можно его носить при себе и использовать в случае необходимости если даже полицейский вас остановит ничего противозаконного во владении этим баллончиком нет я не сталкивался с запретами именно по ограничению возраста по владению теми же газовыми баллончиками еще последний вопрос скажите члены семей сотрудников суда которые имеют право это насколько близкие члены семьи родственников какого порядка идет граждан ну это имеется ввиду жены соответственно дети вообще вот этот приказ по травматическим пистолетам МВДшный он достаточно интересный почему потому что он был поставлен с грифом для служебного пользования и непонятно почему вот допустим приказ когда мы говорим о гладкоствольном охотничьем там нарезном охотничьем и там есть конкретно список документов который нужен то приказ по травматическим пистолетам он почему-то с грифом для служебного пользования мы его не можем найти в открытом доступе даже если мы пошлем запрос в тоже МВД или в нас полицию они нам откажут поэтому информацию по владению травматическим пистолетом мы можем получить только из открытых источников и я даже вот столкнулся с различными интерпретациями одного и того же приказа только потому что мы не имеем доступ к первоисточнику но насколько я знаю именно это касается близких членов семей то есть супруги и дети ну к сожалению к сожалению я понимаю что видел еще поднятые руки у нас да и не одну у нас к сожалению нету времени мы вынуждены заканчивать мероприятие мы можем пообщаться с вами в неформальной обстановке вот после того как оно будет завершено но мы вынуждены освобождать зал поэтому спасибо вам огромное за внимание я передаю микрофон Александру спасибо